Я его тоже еще называю птичьим языком. Нужно срочно куда-то торопиться. Какой-то когнитивный диссонанс. Да, такой крик о помощи был, но, как говорит, это всего лишь частное мнение одного человека, цитирую. Можно просто за дверь с чистящими средствами, как домохозяйка, с лопатой и сапкой, как садовница, то иногда у чиновников едет крыша. Привет, это я, Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И да, все это мое личное мнение. Сегодня этот цапюк сдает Александрию коронавирусу. На Кировоградщине врачи не защищены против COVID-19. Кто положил глаз на детский противотуберкулезный диспансер? И почему глава Долинской райгосадминистрации не умеет писать? На утро воскресенья на Кировоградщине 118 больных коронавирусом. Это не самый большой показатель, но и не самый маленький. Хуже другое. Другие цифры. Пока что никто не выздоровел и шестеро человек умерло. И у меня очень большие сомнения, что Кировоградщина готова к коронавирусу. Например, в Кировоградской обл. госадминистрации заявили, что больных, если что, сможет принять Знаменская больниологическая больница. Но сама Знаменская больница на следующий день буквально сказала нет. Нифига мы не готовы. А какого хрена? Я верю больницы, а не власти. Потому что в больницу придут инфицированные, а не в обл. госадминистрации. И вообще коронавирус и медицина топ-темы на прошлой неделе. Следующая история о том, как много нам могут рассказать сухие цифры чиновничьего официального языка. Я его тоже еще называю птичьим языком, потому что он непонятен людям. Курлык, курлык. Итак, Александрийская городская больница на 43,33 обеспечена оборудованием для борьбы с COVID-19. Эти данные обнародованы на сайте кабинета министра Украины. Об этом говорит голос общины. Сайт такой. Так вот, на сегодня, 10 апреля, Александрийская городская больница на 57 целых обеспечена средствами индивидуальной защиты медиков. И на 84,82 имеет обеспеченность медперсонала. Но теперь давайте переведем эти цифры в буквы и даже визуализируем их. Что означает эти слова? Александрийская горбольница на 57% обеспечена средствами индивидуальной защиты медиков. Это означает, что практически каждый второй врач, медсестра без масок, рукавичек, перчаток и санитайзеров. Да и без комбинезонов, щитков и так далее. А что такое в больнице каждый второй без защиты? Это означает, что другому маска, в принципе, до одного места. Это означает, что Александрия не готова. Но только вот пока еще мэр Александрия Степан Сапюк считает, что кабинет врет. И удивительные истории в Александрии продолжаются. Активист Александр Кияшко вместе со всеми желающими насобирали 8 тысяч гривен, купили на них 100 штук масок или сколько они там собрали, сколько они там купили и принесли в Александрийскую городскую больницу в пакете. Первое, что меня рассмешило, это поведение секретарши Виктора Приходько, главврача этой больницы. Ее спросили, есть ли на месте главврач. Она говорит, нет. Но Кияшко просто открыл дверь, а там Приходько за шквар. А дальше начинается удивительная игра. Кияшко и Приходько, словесный футбол такой или теннис. Один хочет вручить врачам маски, а заметьте, даже главврач там без защиты. Не говоря уже о секретарше. Видимо, на нее там вообще, в принципе, рукой махнули. Она же бесполезная. Она даже не знает на месте главврач или нет через стенку. И это вообще в расход могут отпустить. А потом вдруг Виктор Приходько решает, что ему нужно срочно куда-то торопиться. Смотрите, стоит вся дата. Відповідаю, 20-й рік дате. Но у нас есть вимоги медичные. Есть вимоги медичные. Будь ласка, я поспешаю. Вы понимаете, что это люди собрали деньги? Это не я особо. Ну, я же вам сказал. Это плювок будет не мне в обличии, а всем тем, кто собрал деньги для медпрацівников. Они сегодня скажут, что у них даже сыненькой повязочки не мают в доступе. Есть. Есть. Мы людям ведаем. Мы отримуем с департаментом охраны здоровья. Дальше еще хуже. Приходько выходит на улицу и надевает маску. Я обратил внимание, как Приходько это делает. Нарушает требования и правила Всемирной Организации Здоровья. Без обработки рук мылом или дезинфектором. Ну и вишенка на тортик. Вам не кажется, что когда человек в маске говорит, что маски не защищают от коронавируса? Они маски не защищают. Разумеете, от вируса? Кто-то из нас выглядит идиотом. Какой-то когнитивный диссонанс. Но вообще-то да. Если ее эту маску надевать грязными руками, то да, конечно, не защищает. В общем, у Кияшко в Александрийской горбольнице, где почти у половины персонала нет защиты, не приняли эту самую защиту. Респираты, между прочим, высшей категории защиты FFP3. И у меня чем дальше, тем яснее убеждена, что Александрия превращается в какой-то город абсурда. Это напоминает Чернобыль, когда рвануло, а еще две недели рассказывали, что ничего страшного. И демонстрации на 1 мая были. Когда везде была радиация. И все потому, что кому-то там не дали сверху по шапке. В общем, совок и убожество ума. Ну, а Цапюк красавец. Знаете, что он будет делать в случае коронавируса в Александрии? Он будет корчить из себя героя и рассказывать, как ему и городу тяжело. Поверьте мне. И да, я еще раз напомню, Александрия не готова к коронавирусу. И не скажу, что в Кропивницком дело получше или ситуация. Вернее, Кропивницкий это пример для Александрии, как может быть у них. Когда больны почти полсотни медиков. Да, коронавирус он такой. И если так в Кропивницком, то почему не может быть так же в Александрии? И вот этот эффект совка повторяется и в областном центре. Что делать с врачами, которые заразились вирусом? Чиновники медицины считают, что их можно просто за дверь. Нашу больницу районную, КНП, КРР, Кропивницкая, ЦРЛ, сегодня закрыли полностью на карантин. Так как 31 числа, 31 марта и 4 апреля было у нас две смерти от коронавируса. За 4 апреля подтвердилось 100%. И так как мы были контактные, лично я был контактный с этим человеком, который умер, брали у нас сегодня анализы. После чего нам сказали, больницу закрывают, идите домой. Кто может, берите отпуска, у кого есть. Сказать, что медики молчат, я не могу. Бывает, прорывается в сеть, например, обращение медперсонала из Кропивницкой поликлиники номер 5. Мол, мы врачи беззащитны. Правда, само письмо мне показалось сначала странным, оно напечатано без подписи. Хотя источник – страница в Фейсбуке сотрудницы поликлиники Лидии Мартыненко. Но подлинность письма подтвердила директорка 5-й поликлиники Елена Амбарная своей реакцией. Да, такой крик о помощи был, но, как говорит, это всего лишь частное мнение одного человека, цитирую. Хочу отметить, что медицинская сестра, которая написала это письмо, не работает на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Она не имеет контакта с больными, имеющими повышенную температуру или кашель. Автор письма работает в кардиологии, отметила Елена Амбарная. А мы, в первую очередь, защитили именно тех, кто имеет повышенный риск заражения. И эта цитата подтверждает, у медсестры таки нет средств защиты. То есть, медсестра была права. А как защищены кропивницкие врачи, мы прекрасно знаем. На данное по субботе из 106 заболевших коронавирусом, 43 – это врачи. Елена Амбарная говорит, что первая необходимость на передовой. Так вот, кардиология, типа, может подождать. Но мне кажется, что нет. И вот мои аргументы. Сердечно-сосудистые болезни, первая по количеству в Украине, от них много умирают. Причем, умирают больше всего в стране. И второй аргумент. COVID-19 – такая заразная штука, что переносить ее может человек без симптомов. Вот вам источник известного британского издания The Guardian. Если Елена Амбарная этого не знает, очень жаль. Потому что медсестра Мартыниненко уже на передовой. Потому что каждый человек, который пришел в кардиологию без симптомов, потенциально может ее заразить. Но и не только медсестру Мартыниненко, но и главврача Амбарную. И, кстати, у меня вопрос. А Елена Амбарная на передовой или нет? У нее же наверняка есть маска и защита, правда? К чему я веду? Когда вопрос стоит о здоровье, о жизни и смерти, чиновники, медицины, власти и так далее, забудьте о своем страхе, что как бы что-то там не вышло. Помните о Чернобыле? Там было точно так же. И если не хватает защиты, говорите об этом, чтобы волонтеры могли помочь. Они всегда помогут, как и на войне с Россией. Так и на войне, кстати, с коронавирусом. Ведь, я думаю, не зря президент Франции Макрон назвал борьбу с COVID-19 войной. А вы сами называете инфекционку передовой. Хотя передовая везде. И не рассказывайте о каком-то личном мнении медсестры и не вздумайте медсестру еще и уволить. То иногда у чиновников едет крыша. Медицина просто топ-тема недели под вопросом судьба Староассоцкого детского областного противотуберкулезного санатория. Главврач Надежда Левченко говорит следующая цитата. 3 марта в устной форме получила указание уволить всех сотрудников, а больных детей выписать из диспансера. Официальных распоряжений, что делать дальше, я не получила. Но, во-первых, кто такой звонит главврачу диспансера и, заметьте, в устной форме требует закрыть его. Это похоже на какое-то анонимное минирование. Почему Надежда Левченко не называет имени того, кто позвонил? И был ли звонок? Второе. Если он был, главврач может руководствоваться инструкциями, которые предусматривают только официальное письмо. И само закрытие диспансера – это, ого, какая процедура, между прочим. Это не просто повесить замок на диспансер. Третье. С 1 апреля, говорит главврач, сотрудник не финансируется государством. И у меня тут сомнения, потому что в том же обращении и в том же сообщении говорится, что с 1 апреля второй этап реформы, и теперь больницы получают деньги за тех, кого вылечили. То есть, чем больше вылечили, тем больше денег получили. Но суть сейчас не в медицинской реформе. Ее обвиняют в закрытии туб-диспансеров часто. Кстати, абсолютно неэффективных в борьбе с туберкулезом, потому что не вылечивая, а просто лечит. И чем дольше, тем им лучше. Это я в целом, а не в конкретном примере. Так вот, меня интересует другое. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Места в Александровском районе знатные, красивые. Поэтому вполне возможно, что староассоцкий детский областной туб-диспансер таким образом, нагнетанием ситуации, собираются просто отжать. Тем более мне рассказывают, что там уже появляются люди, типа охранять диспансер. Вы же знаете ситуацию в нашей стране. У нас, по идее, отличие рейдеры от охранника. Про отжать детский туб-диспансер я говорю не просто так. Еще в начале 2010-х годов его уже пытались, так сказать, отжать. И тогдашний глава Кировоградского благосадминистрации Ларин уберег его от рейдерства. А теперь как оно будет? Неужели диспансер таки прикроют? И обвинят, конечно же, медреформу. Кого еще обвинять? Ну, а сами тихонечко земли и здания продадут, спишут в частные руки. Очень будет интересно. И знакомьтесь, Евгений Звездовский, новый глава Долинской райгосадминистрации. Я не знаю, каким руководителем района будет Женя, но пафоса у него не занимать. А Санкова дает амбиции, как минимум, Юлия Цезаря. С другой стороны, у всех у нас наполеоновские планы. Но меня интересует другое. Судя по фотографии, Евгений Звездовский сомневается в том, как заполнить свой блокнот. Казалось бы, открываешь, пишешь имя и фамилию, но не в случае с Евгением. Тут нужно открыть блокнот, взять ручку и замереть, устранив взгляд, так сказать, вдаль. Кстати, я так понимаю, снимали в кабинете, а это означает, что Звездовский открыл блокнот и смотрит в окно. Там есть, кстати, отблеск от окна. И как бы думает, кого же вписать в свой блокнот. Кстати, такой же взгляд я уже встречал в его же Фейсбуке, в Киеве, у того же Звездовского. Но тогда была не ручка и блокнот, а простая чашка кофе. Или, может быть, Звездовский просто зависает, если что-то берет в руку. Или, может, Звездовский просто не умеет писать. Ну, думаю, проверю. Если человек взял ручку, так ничего не написал в блокноте, значит, он что-то пишет в Фейсбуке. Открываю, а там в ленте только перепосты. В общем, славно начал свое руководство районом Евгений Звездовский с уверенным взглядом в окно и неуверенной попыткой что-то написать в блокноте. А вот рэперша Алена Алена, которая родом из Кировгородской области, на карантине развлекается по-своему. Она представила 4, да даже больше карантинных фотообразов. Там даже на видео есть в халате с чистящими средствами, как домохозяйка. С лопатой и сапкой, как садовница или дачница. В розовом купальнике, как секси-штучка, так и подписала. Шваброй, тазиком, как уборщица. Ну, в общем, там еще куча образов. Какой из них вам нравится больше? Об этом напишите в комментариях, а лучше устроите флешмоб из своих фоточек и придумайте свои образы. И на этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяется на краще, кроме ситуации с коронавирусом в области. Но надеемся на лучшее, соблюдайте карантин и оставайтесь дома. Пока!